Во все времена у Господа были на земле верные люди, которые служили Ему преданно и из любви. Ради Христа они зачастую отказывались от привилегий и почета в обществе, теряли работу и возможность учиться, лишались уважения правителей и начальников. Поношение Христова они почитали большим для себя богатством, нежели сокровища всего мира. Это история о простой деревенской девушке Анне, которая в раннем возрасте поверила в Иисуса Христа, признала Его своим Спасителем и до конца жизни сохранила Ему верность. Она беззаветно полюбила Господа и ради Него многое претерпела – насмешки и гонения в школе, преследования родного отца и властей, а также шестилетнее тюремное заключение. Она готова была остаться незамужней, только бы не охладеть в любви к тому единственному, кому посвятила себя целиком. В 1940 году молодой христианин Григорий прочитал в московской газете статью «Оградить молодежь от сектантов», где рассказывалось о некой Анне К. – ярой баптистке из глубинки. Он задался целью разыскать девушку, высокий дух и живая вера которой ему очень понравились. И он нашел ее. Переписка Григория и Анны расскажет слушателю о том, чем дорожили молодые люди, вступая в брак, как доверяли Богу и о чем заботились. Молодежь в те трудные для церкви годы была зачастую лишена пастырского попечения, и такой важный вопрос, как создание семьи, далеко не всегда решался правильно, так, как учит Библия. Юноши и девушки дружили между собой, и эта дружба нередко вызывала ссоры, зависть, приводила к нарушению заповеди целомудрия. Многие сестры выходили замуж за неверующих. Но были и те, кто превыше всего ценили Божью волю и Божьи заповеди и совершали настоящие подвиги, оставаясь верными в своем уповании. Представителями таких христиан были Григорий и Анна. Без особого тепла. Жители Тихой Платавы, раскинувшиеся на невысоких холмах в 18 километрах от областного города Курска, оживленно передавали друг другу заурядную новость. Ковалевный инче стал отцом. Теперь Новый год у него будет веселым. Девочка, которую назвали мелодичным именем Анна, появилась на свет морозным утром 20 декабря 1922 года. Для Егора и Евдокии Ковалевых рождение дочери было солнечным лучиком, озарившим, хотя и ненадолго их мрачную совместную жизнь. Стройная, круглолицая, слегка застенчивая Доня воспитывалась в христианской семье, с детства слышала о Боге. И все же судьбу свою решила устроить самовольно. Вышла замуж за неверующего, богатого и красивого парня. Однако семейного счастья она так и не вкусила. Егор оказался ярым атеистом и не упускал возможности досадить христианам. Любое упоминание о Боге приводило его в бешенство. Вдобавок ко всему он частенько пил, и тогда хрупкой жене приходилось несладко от его крепких кулаков. У Егора с Евдокией родилось 12 детей. Однако из-за голода и разных болезней шестерых унесла лютая смерть. И только четыре дочери и два сына, подрастая, радовались жизни. О, как отец боялся, что его дети станут баптистами! Но сколько он не запрещал, они все же любили бывать у дедушки с бабушкой, которые жили на другом конце улицы. В их уютном и тихом доме дети с наслаждением слушали библейские рассказы, учились молиться. Родители Дони были богобоязненными и очень хотели, чтобы внуки нашли свое счастье в Боге. Не считаясь с мнением зятя-атеиста, они при любой возможности брали детей на христианские собрания, которые проходили в небольшом бревенчатом доме на краю деревни. На тех богослужениях Аня Новосердца по-особому коснулась весть о том, что Господь Иисус, живший на небесах, любит каждого человека, и хорошего, и плохого, и хочет спасти от вечной гибели в аду. В подростковом возрасте Аня искренне покаялась и горячо полюбила Иисуса Христа. Вслед за ней обратились к Богу и ее сестричке. Братики тоже не хотели отставать от сестер и охотно ходили с ними на собрание. Заметив в семье перемену, Егор вдруг понял, что натворили тесть с тещей. Не скрывая ярости, Он стал прилагать все усилия, чтобы разубедить детей и доказать им, что никакого Бога не существует, что баптисты – это темные люди, которые запросто могут принести человека в жертву. В конце концов, Ему удалось переманить на свою сторону сыновей, а дочери остались непреклонными. Побеждая страх перед грозным отцом, они тайно убегали к верующим и молились Богу. Чувствуя, что его родительский контроль ослабел, Егор придумал суровое наказание. Каждый раз, когда девочки возвращались в собрание, он встречал их с дубинкой в руках. Поколотив детей, почем попало, он выгонял их на улицу. Желая избежать неприятностей, девочки стали осторожничать. И если узнавали, что отец пьян, то даже не появлялись дома. Ночевали или у соседей, или насиновали, а летом – просто в кустах картофеля. Ане, как старшей, доставалось больше всех. Однажды, в самый разгар очередной бури, отец выплеснул на нее ведро холодной воды. Это произошло так неожиданно, что от испуга девочка чуть не лишилась чувств. С тех пор она стала страдать заиканием. Робкой Доне было не под силу усмирить мужа. Ее сердце рвалось на части, когда она видела его зверство и слышала плач детей. Как могла она помогала детям прятаться от разъяренного отца, за что сама оказывалась под его издевательской рукой. Гонения от близкого человека заставляли Доню искать помощи у всемогущего Бога. В конце концов она с воплем о милости и прощении упала на колени и, раскаявшись, дополнила число всеми презираемых христиан. Чего только не испытала мать с детьми за то, что посещала собрание и молилась Богу. Но чтобы отречься от Господа, как требовал того муж, об этом ей было страшно даже подумать. Егор, между тем, стал членом коммунистической партии и все выше поднимался по служебной лестнице. Однако баптистские корни в собственной семье с некоторых пор начали подрывать его авторитет. «Какой же ты глава семьи, если тебе ни жена, ни дети не подчиняются?» – ухмылялись коллеги. После таких реплик Егором овладевала особая жестокость. Выслушав однажды очередной упрек, он решил устроить дома погром. Вдохновленный коварным планом, Егор быстро приближался к своему двору, как вдруг случилось невероятное. Перед ним возник его покойный друг Николаха. Грубо взяв Ковалева под руку, он властно произнес «Егор Андреевич, пойдем со мной выпьем!» Внутри у Егора похолодело. «Какой же ты Николаха!» – заметались мысли. «Мы же на днях похоронили его!» Егор вдруг почувствовал себя совершенно бессильным. Храбрость и деловитость вмигу летучились. Сердце будто остановилось. Язык онемел. Не смея противостоять этой темной личности, Егор покорно пошел следом. На землю опустилась холодная осенняя ночь. Давно исчезли из виду огоньки, мерцающие в избах, а Николаха все тащил друга куда-то по грязи. И тут несчастный вспомнил, что родители учили его в таких случаях произносить имя Христа. С большим трудом он проговорил «Господи Иисусе Христе!» В одно мгновение все исчезло. Егор осмотрелся и замер. Он стоял на берегу глубокого пруда, за которым простирался лес. Значит, сатана хотел погубить его. К утру, дрожа от холода и страха, в мокрой и грязной одежде, Егор добрел до дома. От пережитого в ту ночь он на две недели слег в постель. После этого события в семье Ковалевых наступило затишье. Жена и дети отдыхали от гонений. Находясь под впечатлением из ряда вон выходящего происшествия, Егор не притеснял их, и они могли спокойно ходить к дедушке с бабушкой и вместе с ними молиться Богу. Шел 1937 год. Жуткое время. Свободы и жизни лишались многие честные и добропорядочные люди. Вера в Бога особенно не нравилась тем, в чьих руках была власть и сила. Молитвенные дома повсеместно закрывали. Христианство, как говорится, было обречено. Со вздохами и слезами, со страхом и слабой надеждой на лучшее отдельные христиане все же собирались, чтобы вместе помолиться Богу, ведь только в Нем и защита, и помощь. Едва коммунист оправился от потрясения, нападки на жену и детей возобновились. Иногда жизнь казалась Анне до того невыносимой, что ей хотелось умереть. Тогда она уединялась в амбар и, сидя на мешках с зерном, горько плакала. «Когда же Иисус заберет меня к себе? Когда прекратятся наши страдания?» В то же время мысль о том, что она не сделала для Бога ничего доброго, действовала отрезвляюще. Еще в детстве Аня слышала, как проповедники говорили, что после смерти человек превращается в прах, а его дух возносится к Богу, и добрые дела идут следом. «Что полезного сделали мои руки?» – роняя слезы, шептала девочка. В такие минуты ее молитва становилась особенно пламенной и умирать уже не хотелось. Под натиском безбожников Как только Аня закончила седьмой класс, отец отправил ее в среднюю школу, расположенную в пятнадцати километрах от Платавы. Он надеялся, что дочь, живя среди чужих людей, забудет о Боге. Но его желание не исполнилось. Приезжая на выходные домой, Аня всегда умудрялась попасть на собрание. В общении с христианами она черпала силу, и ей все больше и больше хотелось жить для Бога. Когда Егор понял, что не справляется с сектанткой, он обратился за помощью в райисполком. На очередном партийном собрании он заявил, «Уважаемые коллеги, как вам известно, моя старшая дочь упрямится и не подается воспитанию. Все мои попытки изолировать ее от баптистов безуспешны. Прошу вас повлиять на нее». На эту просьбу представители власти отреагировали быстро. Аню стали каждый день вызывать к директору. В кабинете несколько учителей подолгу беседовали с ней, стараясь поколебать ее веру. «Неужели ты не понимаешь, что Бога не было, нет и не будет? – распалялся директор школы. Главное – человек. Мы строим светлое будущее, мечтаем о прекрасном обществе, хотим дать людям образование, а ты увлеклась сказками». Ученики тоже стали посмеиваться над Аней, но она стояла на своем. Бог есть, и Он достоин того, чтобы Ему служили. Взрослея, Аня все больше дорожила тем, что Иисус Христос протянул ей руку милости. Она в полной мере ощущала в сердце радость спасения, и это делало ее счастливой. В 10-м классе Аню признали неисправимой и решили исключить из школы. Перед Новым годом директор строго сказал, «Ковалева, в школу больше не приходи, хватит! Долго мы с тобой нянчились, и все без толку. Или молись, или учись!» Эти слова девочка не приняла всерьез. «Я глубоко верю в Бога и не могу не молиться!» Улыбнулась она в ответ. Зимние каникулы Аня провела дома. О последних беседах в школе отец ничего не знал, поэтому был спокоен, думая, что перевоспитание дочери идет полным ходом. С наступлением третьей четверти Аня уехала на учебу. Увидев ее за партой, директор возмутился. «Я же тебе сказал не появляться здесь!» Под насмешки и презрительные взгляды учеников Аня вынуждена была собрать учебники и выйти из класса. «Что же мне теперь делать? Куда идти?» Сдавливала ее душу глубокая печаль. Отец дома непременно выпарит кнутом, ведь обучение дочери стоило ему очень дорого. За квартиру и питание он платил немалые деньги. Чтобы уехать к кому-нибудь из родственников, девочке и в голову не приходило. Поэтому, глотая слезы, она вернулась в родную деревню. Увидев дочь, Егор расферепел не на шутку. Аня ясно поняла, что надо прятаться. Ночевала в сарае, стараясь не попадаться отцу на глаза. Целыми днями она плакала и молилась, ожидая каких-либо перемен. В эту трудную пору Господь по-особенному утешал и поддерживал свое дитя, и Аня ясно видела его заботу. Однажды в воскресенье, после вечернего собрания, Аня пошла ночевать к подруге. Перед сном девочки преклонили колени для молитвы. Аня горько плакала, просила Господа, чтобы помиловал ее и вывел из трудностей. Неожиданно в ее сознании прозвучало слово «Благословенно ты». Аня встрепенулась. Необычным теплом разлился по сердцу мир, вытесняя гнетущую печаль. «Это Господь отвечает на мою просьбу», — озарила ее. «Если Он меня благословит, то все будет хорошо». «Благословенно ты». Эти небесные слова сопровождали Аню всю жизнь. На каждом шагу она видела благословляющую руку великого Бога и с трепетом в душе вспоминала, как чудно он ответил однажды на ее молитву. Целый месяц Аня не училась в школе. Когда отец уходил на работу, она помогала матери по хозяйству, а как только он возвращался, убегала в сарай или к бабушке. Несколько раз к Ковалевым приезжали учителя и представители власти. «Если пообещаешь выбросить из головы свои сектантские убеждения», — говорили Аня и Аня, «то можешь продолжать учебу. Мы поможем тебе наверстать упущенное». Аня очень хотелась в школу, но согласиться с таким предложением она не могла. Ее сердце принадлежало Господу Иисусу, и не верить в Него, не любить Его было для нее равносильно смерти. Она твердо знала, во всем мире нет ничего лучшего, чем то, что обещает ей Господь, что Он приготовил для любящих Его. Потому она ежедневно просила, «Боже, научи меня правильно мыслить, правильно поступать, правильно жить. Помоги отличать твой голос от голоса врага». Крутой поворот Наступивший 1940 год принес в жизнь Ани огромное изменение. Она и не подозревала, что зимние каникулы будут для нее последними перед шестилетней учебой в невероятно суровых обстоятельствах. Поздним вечером в одну из пятниц февраля ко двору Ковалевых подкатили сани с вороным конем. В дом без стука смело вошла пионер вожатая школы. «Аня, быстро одевайся, нам велено привезти тебя в райосполком», – скомандовала она. Такому повороту событий Аня сильно не удивилась. Несколько дней назад она видела необычный сон, из которого поняла, что с ней должно что-то произойти. А сегодня они с матерью постились и горячо просили у Господа милости и защиты от зла. Поэтому ей следовало быть спокойной и во всем доверять Богу. У здания райисполкома сани остановились, и пионер вожата ввела Аню в огромный зал. Там, за длинным столом, сидело начальство всего района. Двадцать пар глаз устремились на щупленькую деревенскую девушку, в памяти которой невольно всплыли слова псалмопевца Давида. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом, за одною блохою. Вежливо указав Ане на стол, секретарь райисполкома начал беседу. «Мы очень сожалеем, что ты оказалась жертвой баптистской секты. Нам жаль тебя как дочь, поэтому мы хотим помочь тебе выпутаться из этих сетей. Если одумаешься, сможешь продолжить учебу в школе, а потом мы устроим тебя на хорошую работу. Или же бесплатно поедешь в Москву с нашими гостями», – кивнул он в сторону двух девушек. Оказывается, на это заседание приехала сотрудница Центрального комитета Комсомола, а также редактор газеты «Комсомольская правда». Что они здесь делали, Аня узнала намного позже. Это был Божий промысл, который она поняла лишь спустя годы. «Ты никогда ничего не видела в своей деревне, поэтому тебе и вдолбили в голову, что есть какой-то Бог», – продолжал секретарь. «А в Москве ты посмотришь на великие достижения человеческого ума и убедишься, что Бога действительно нет, что все во всем человек». Аня слушала молча. Да, она никогда никуда не ездила, и познакомиться с Москвой было превыше ее желаний. Но отказаться от Бога – об этом не могло быть и речи. Едва секретарь закончил свое выступление, как Аню засыпали вопросами. Она отвечала без страха, скромно, вспомнив обещание Иисуса Христа. «Когда же приведут вас в синагоги к начальникам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». В конце беседы женщина, сидящая с краю, спросила. «Аня, что тебе непонятно в науках? Почему ты так сильно убеждена в существовании Бога? Ведь доказано, что его нет». Девушка словно ждала этого вопроса и на одном дыхании выпалила. «Если Бога нет, то кто создал планеты и бесчисленные гигантские звезды? Кто разместил их во Вселенной и определил их траекторию? Люди – разумные существа. Они создали технику и могут управлять ею. Но ежедневно случаются самые разные аварии. А в космосе множество небесных тел, которые движутся без всякого управления и не мешают друг другу. Как тут не восхищаться Богом? Не человек же все это придумал». В зале наступила тишина. Юная христианка привела собравшихся в замешательство. Их настроение сразу ухудшилось. Лица исказились от гнева. В адрес беззащитной девушки посыпались насмешки и оскорбления. «Мерзавка!» – разошелся секретарь. «Нам завтра на работу, а мы здесь до ночи боремся с тобой, время тратим». «Ладно. Не понимаешь по-хорошему? Поймешь по-другому. Мы возьмемся за твое перевоспитание. Утром в 10.00 ты должна явиться к начальнику милиции. Ясно?» Аня ничего не сказала. До ответа никто и не ждал. За четыре часа напряженной беседы все изрядно устали. И все же душа христианки была преисполнена хвалы Господу за то, что ей, такой несмелой, он помогу стоять в истине. Аня была жалко этих высокопоставленных людей, которые не хотели слышать о Создателе и так бездумно боролись с верующими. «Прости им, Господи!» – молилась она. «Не знают, что делают». Было уже два часа ночи, когда беседа с Ковалевой закончилась, и все стали расходиться. Аню и девушек из Москвы пригласила к себе на ночевку пионер-вожатая. Ужинать Аня наотрез отказалась, хотя за целый день не взяла в рот ни крошки. Она решила оставаться в посте. На утро, как и было приказано, Аня пришла в кабинет начальника милиции. Чиновник встретил ее холодно и сразу начал задавать вопросы. «Что они задумали?» – терялась в догадках Аня, стараясь больше молчать. Лишь после обеда, еле передвигая ноги от усталости, девушка вернулась домой. Два месяца ее никто не тревожил, хотя жить в родной семье было весьма трудно. Отец следил за каждым шагом дочери и не переставал упрекать в том, что она испортила ему судьбу и карьеру. Третий день Пасхи, 30 апреля 1940 года, начался как обычно. Солнце было уже высоко, когда группа платавской молодежи отправилась в соседнее село навестить больного брата. Никто и не подозревал, что это путешествие по весенним дорогам и теплое общение с друзьями окажутся для Ани последними перед долгим сроком заключения. Возвращаясь домой, юноши и девушки встретили на околице Анину сестренку. На ее лице играла блаженная улыбка. «Какую весть несешь, Танечка?» – будто что-то предчувствуя, спросила Аня. «Радостную! Приехали арестовать нас за Христа!» Сердце Ани дрогнуло. Значит, ее свободе пришел конец. «Маму в тюрьму не заберут, потому что у нее грудной ребенок, а сестренки еще слишком малы для ареста», – подумала она. Услышанное поразило не только Аню. Ее друзья в один момент посерьезнели. Кто-то заплакал. Свернув с проселочной дороги на луг, все опустились на колени, чтобы помолиться. Не в силах сдержать нахлынувших чувств, Аня рыдала, умоляя Господа пойти с ней в неизвестный путь. Предвестником неотвратимой беды чернил стоящий у ворот грузовик. Он действительно приехал за девушкой, которая осмелилась верить Богу в атеистической стране. В избе на лавке у окна рядом с Егором сидели два милиционера. Их каменные лица не испугали Аню. «Собирайся, поедешь с нами», – сказал один из них, что-то записывая в свой журнал. Пока мать складывала в котомку вещи, Аня подошла к висящей посреди комнаты колыбели. В ней безмятежно спала полугодовалая девочка. Аня глядела на это крохотное создание, и ее сердце обливалось кровью. «До свидания, моя родненькая», – мысленно прощалась она с сестренкой. «На земле я тебя больше никогда не увижу». Так оно и случилось. Буквально через несколько месяцев малютка умерла. Ну, доверовалась, домолилась. То вскакивал, то садился Егор. «Хотел вывести тебя в люди. Столько времени и средств потратил, чтобы дать тебе образование. Ты же ударила с сектанства. Довела себя до тюрьмы. Хотел выдать тебя за инженера, чтобы жила по-человечески. А ты все испортила. Все испортила». Аня молчала и не двигалась с места, зная, что в присутствии милиционеров отец не станет ее бить. Когда вещи и кое-какие продукты были собраны, Ане приказали вместе с матерью сесть в кузов грузовика, вокруг которого стояла верующая молодежь. Милиционеры тоже забрались в кузов, словно сопровождали опасных преступников. Как только машина тронулась, друзья, роняя слезы, стали махать ей вслед белыми платочками. Прыгая по кочкам и ухабам, грузовик мчал в неизвестность, все дальше и дальше отдаляя Аню от любимой деревни. «Родная моя, за меня не волнуйся», — обняла она мать. «Надейся только на Господа. Утешайся им. Он никогда не покинет нас». Проехав поле, машина остановилась у главной дороги. «Возвращайся домой», — повернулся к Евдокии один из милиционеров. Поцеловав дочь, женщина с трудом сдержала крик материнского сердца и, заплакав, послушно спрыгнула на землю. Ее осунувшееся, траурное лицо осталось в Аниной памяти навсегда. Убитая горем мать брела домой, не разбирая дороги. Время от времени она безнадежно оглядывалась и, ломая руки, в голос молила Бога о милости. Аня же, на удивление, пока не горевала. На душе у нее было легко и спокойно, и совсем скоро она громко запела. «Дай Боже сердцу, веры крылья, чтоб вознеслись туда, где нет неправды и насилия, где мир царит всегда. Много святых ожидает нас там, в мире блаженства, чудес. Сердце стремится в торжественный храм вечного Бога небес». Милиционеры переглянулись. «Девочка, ты знаешь, куда мы тебя везем?» – ухмыльнулся один. «Знаю, в тюрьму». «Тогда почему ты такая веселая?» «Потому что еду в тюрьму за Христа». Милиционеры, конечно же, ничего не поняли. Неверующие душе неведомо блаженства, которое испытывает уповающее на Бога сердце. Господь Иисус сказал, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». В Курске грузовик остановился у здания НКВД. На территории этого государственного учреждения располагалась тюрьма. Надзиратель молча принял от милиционера бумаги и повел задержанную по длинному полутемному коридору. Открыв одну из массивных металлических дверей, он втолкнул 17-летнюю девушку в смрадную камеру.